Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Ребят, мы с вами сегодня рассмотрим принцип использования Django 2 плюс Ajax плюс Jukeri. И принципов много, и разных методик много, и написаний. Но вот это, наверное, вот этот самый простой. Самый простой. Ребят, смотрите, мы с вами рассмотрим принцип. То есть, сейчас покажу, что должен дать этот урок. Значит, эта серия уроков вам поможет набросать план, что изучать. Что, зачем, для чего. Изучать Django, использование GC, использование Ajax в Django, использование Jukeri в Django. Ведь, понимаете, очень сложно понять, не понимая, где и как что работает, и как с этим работает Django, совершенно тогда, конечно, сложно. И почему эти вопросы родились? Вот, смотрите, я вот, вот что хочу вам сказать. Вот парень, молодчина, да. Я, это все мне понадобится. Написал сайт на Django, да, но решил не останавливаться. То есть, конечно, ему захотелось, ему захотелось добавить фишки без перезагрузки страницы. Конечно же, начинают возникать вопросы. Не могу понять разницу между JavaScript и Ajax, что лучше использовать, какие задачи использовать данные технологии. Никогда нельзя ругать, никогда нельзя смеяться, как человек формулирует вопрос. Да, вот то, что круто в школе Бовсановского, никогда здесь это де-факто, да. То есть, новичку всегда помогают. Я говорю так, что можешь помочь, помоги. Не можешь, молчи. У нас в школе нету такого там потрунивания, как вот есть у нас участник Эдуард Асанович. Пошел он в школу, где-то у меня в ВКонтакте эта статья есть. И, в общем, грубо говоря, история такая. Я ее даже найду. Сейчас, секунду, чтобы поняли, вот с чего начинаться должна любая школа. Если вот вы, не важно, там в мою школу пойдете или в другую. Потому что, вот допустим, я дам, а вы вообще, ребята, себе, я, давайте сейчас проговорю, вот то, что важно, да, еще. В описании видео будут ссылки, да. Я их дам, чтобы почитали, да. Так вот. Пошел в школу. Я не знаю там, куда он пошел. Это совершенно не важно. Так вот. Школу мою давно нашел. Ну, понятно, что не очень красивый дизайн, но зато самые понятные в интернет уроке. Там обещали устроиться на работу, хотя я не готовлю для работы, но в новой школе буду делать уже этот раздел, да. Но, тем не менее, моя задача научить человека писать код. Пошел в ту школу и ничему не научился. Почему? Ну, я увидел, парень там, как он говорил, сам пишет очень круто. Ребят, ну, писать самому и научить других, это абсолютно две разные вещи. Так вот, там было какие-то потрунивания. Когда я делал школу, вот такого у нас никогда не было. За такие вещи человек в группу удаляется раз навсегда. То есть здесь я шутки не допускаю никаких. Говорю, у нас принцип такой. Над новичком никогда, никаких издевательств не должно быть. Никогда. На самом деле, обычно ребята, которые потрунивают новички, да, конечно, тоже болваны, они нихрена не знают. Сейчас, да, ну, выучили там больше там нечто. Поэтому, ребят, никогда нельзя смеяться. Никогда. Да, сами вспоминайте всегда себя, кто поопытнее. Так вы же болванами были не так давно. Поэтому важно помочь. Посмеяться. Вам выйдет толпа людей посмеяться. А вот попробуйте, как Бовсуновский, спокойно объяснить и научить. Это сложнее. Согласитесь, согласитесь. Ну, смысл такой. Пошел он в ту школу, и в конце концов, ничему не научился. Пришел в школу Бовсуновского, как он писал. Во-первых, сразу, моментально произошли две вещи. Первая вещь. Ну, вот его переписка. Так, сейчас еще кое-что хотел показать потом. Вот, душа радуется. Вчера новичок, а сегодня уверенно продвигающийся программист. Ну, вставлю, почитайте, да. Как люди растут. Ребят, да, я цену в своей школе знаю. Знаю, что у меня не так много людей, конечно, толпами не идут. Но ко мне люди, которые приходят, они становятся на ноги. И в любом случае приходят. Приходят после других школ, после дорогих курсов. И тут начинают писать код. Ладно, мы про яхт говорим. Просто ведь я знаю, что новички могут смотреть. Ну, я немножко просто расскажу. По сути дела, начал писать через месяц. Уже изучил ООП, начал писать метаклассы. И второе, начал понимать легко учебники. Ну, все правильно. Потому что разница в моем подходе с другими я направляю. Ну, и, конечно, пожизненный доступ. Это круто для человека. Ладно. Так вот, ребят. Вполне нормальный вопрос для человека, который сталкивается. Поэтому, думаю, это видео поможет. Теперь. Вы готовите. Я бы хотел еще пару слов сказать об этом курсе. Он уже давно, возможно, идет, когда вы смотрите. Или прошел уже. Уже следующий идет. Школу СПБ я переписываю. У вас будет, скорее всего, может быть и другой уже сайт. Поэтому это можно наблюдать здесь. Как делается сайт. Школы новый. Вам надо тот раздел, где есть ВПС. Но здесь есть курс «Жанга профессиональное изучение». Может он как-то по-другому. На самом деле, это просто в этой рубрике. Вот сейчас первый курс, но он сороковой. Здесь, если его откроете, то вы увидите цели и задачи. Курс будет состоять... Ставит перед собой цели воспитания в себе. Вы будете воспитывать, не я. В себе востребованного программиста. Он будет состоять из трех этапов. Первый этап. Вот я сейчас вам даю курс. Вот он, да. В конце пятого урока будете понимать, как работает «Жанга». Он есть на Ютьюбе и есть ВКонтакте. По сути дела... Уроки, где я на пальцах рассказал, как работает «Жанга». По проблеме в школе. Какой? Большинство людей, это вполне нормально, приходит, начинает изучать «Жанга», это «Мирища», да, и начинает применять к нему логику «Пайтон». Там логику «Пайтон» можно применять только к представлениям, да, то есть к функциям. К функциям, к классам, к остальному нельзя применять. Поэтому здесь я на пальцах рассказал, вот как работает «Жанга», чтобы у человека было понимание, да. Дал ссылочку, посмотрите, да. И дальше мы пойдем в два, еще два этапа. То есть первый этап. Теперь мы в коде рассмотрим, как работает «Жанга». Потом наработаем часто используемые простые конструкции, а потом пойдем к сложным вещам. Типы контента, туда же включен и «Аякс», и многое-многое другое. Хотя сам «Аякс», который мы будем рассматривать, сейчас мы увидим, он уже есть в курсе, но они посложнее. Наверное, надо чуть попроще рассказать. Итак, сначала теоретически. Что такое JavaScript? Это язык. Это язык. Нужно ли изучать JavaScript? Абсолютно верно, нужно. Но, как правило, на чистом JavaScript никто не пишет. Нет надобности. Как правило, люди пишут на библиотеках, либо фреймворках, которые написаны на JavaScript. Но JavaScript надо изучать, помечаем себе, для того, чтобы понимать синтаксис. Сейчас еще раз, еще одно отличение сделаю. Вот сейчас, прежде чем продолжить курс, вот этот, который я показывал, да, по джанго, я хочу написать вот такие уроки на три темы. Первая тема, вот сейчас, так как часто возникают GC, «Аякс», «Показать принцип». Вторая тема, я люблю по HR, но для многих она дороговата. И я, вот, допустим, сублимейте экспорта покажу, как я за полдня собрал себе среду, да. Возможно, это кто-то заинтересуется, да. Классная работа. Еще там есть VS Studio, да. То есть, чтобы были бесплатные продукты, работа с джанго. И третья, вот, парень написал, да. Сейчас, секунду. Парень написал, «Валерий, душе восторг, прошел подготовку PS серверов, все получается, голова кругом от объема информации, котленная моя мечта, но пока я реализовал, что запланировал, дальше доберусь, я планирую разобраться с библиотекой использования карт онлайн, да. Здесь, конечно, нужно GC. Так вот, если ранее два было, но уже и нашел под джанго эту библиотеку, он, а я как раз посмотрел, говорю, по GC много начало вопросов поступать, и я набросал вчера план. И такие ребята, как Юра, которые откладывают GC там на полгода вперед, на самом деле я вам покажу, что вы будете уже через неделю совместно с питонной котленной изучать GC, и это совсем несложно. И это будет ложиться настолько хорошо, только я это превращу в видеоуроки, это для себя я написал, да. Так, не удивляйтесь, я левша, запрещаю левый писать, поэтому мой почерк понимаю только я. Ладно, поняли, да, то есть покажу, чтобы не только Юра, а другие ребята, Олжес и кто хочет изучать GC, чтобы понимали зачем и как, и как это делать просто, да, на подхвате. Почему? Потому что моя методика на это настроена, то есть вдумайтесь, часто слышите смысл школы. Давайте я сформулирую. Смысл школы, первое, он не изменился. Помочь ребятам, которые в свое время не заканчивали высших учебных заведений, но всегда в душе, вот это говорило о себе, что хочу писать код, хочу писать код, помочь начать программировать, довести до уровня, когда человек сможет идти сам. Это первое. И второе, так как школа построена на изучении два языка плюс, то есть изучая два языка, я вам говорю, что вы сможете писать абсолютно любом языке. И вот эти серии уроков я тоже запишу, да, чтобы вы понимали и начали GC, работа с ним сразу, все будет, все получится, ничего сложного. Ну все, давайте к тематике. Я разделю на несколько уроков это видео, эти видео, и в описании каждого видео будут все остальные уроки. Теперь, что такое Аякс? Ребят, Аякс написан на GC, то есть GC это язык, Аякс написан на GC. Вы в Википедии можете почитать, но я бы сказал так, вы увидите потом на практике, я покажу. Это набор методов для фоновой связи с сервером. Грубо говоря, сейчас покажу, как это работает. как это работает, как это работает, как это работает, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. так я специально когда изучал а я дай думаю набросаю вот этот сайтик чтобы понять сначала самому как это работает так я зайду под логином своей жены чтобы вам показать посмотрите вот вы видите страницу я оставляю отметку нравится это новости как вконтакте мы писали как раз сейчас покажу вот видите появился лайк сейчас сейчас отработала джукерий и отработал ай а якс то есть произошло соединение сервера смотрите концу пятого урока третью ну ладно это все мы будем рассмотреть то есть без перезагрузки страницы до а а уже потом с перезагрузкой получится как вот вконтакте что что светлана оценила понравился проект ну тут конечно сделайте по своему дизайн просто сам смысл да то есть мы увидели что отработал а якс хорошо используем жукерри в джанго это фреймворк и нам еще надо было бы сюда один формат вписать джейсон он вам все равно понадобится очень простой пару вечеров еще называют светильники потому что когда вы посмотрите разметку джейсон напоминают как светильники действительно джейсон формат передачи формат передачи профессиональность сериализация грубо говоря иными словами вот это мы как раз будем сейчас изучать да и сейчас увидите и зачем здесь джейсон и все то есть разобрались для новичков рассказываю что такое фреймворк очень просто вот жанга родилась с высоконагруженного сайта ну вот представьте вы собрались писать сайт сели и написали админку следующий раз вы будете админку писать для следующего сайта да нет смысла просто то что уже написано вы оформляете в определенные методы и следующий раз эту админку при помощи обычной там функции как джанга в один клик и и устанавливаете вот так и рождается фреймворк написали посмотрели что классно хорошо а потом добавляем 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 то есть грубо говоря фреймворк это заготовки заготовки и наборы компонентов для быстрых действий так этот момент мы рассмотрели следующее видео давайте рассматривать принцип работы как в джанга работает как связано джанга аякс и джукерри я пока сохраню помните что я сказал что в описании видео ссылки будут на все уроки эти да чтоб они были связаны да обратите внимание новости вконтакте школы есть вконтакте спб нижнее подчеркивание тут да то есть легкий адрес здесь не обсуждение здесь просто новости школы допустим не было вас долго пришли посмотрели или что важно я стараюсь сюда выкладывать какие-то можноczyć м